Радио «Вера» представляет Светлый вечер на Радио «Вера» Светлый вечер на Радио Светлый вечер на Радио Светлый вечер на Радио Петр таким образом не спешил сначала решать проблему, а потом уже твердо решил с патриаршеством расстаться Ну и потихоньку выводил его на периферию сознания, дискредитировал с помощью Всешутейшего Собора Свадьба князь-папы, которого стали называть князь-патриарха Зотова, его наставника И патриарх с патриаршей, дискредитация самой фигуры, ну и потом отвыкли потихонечку, то есть это не было такой резкой смены Резкой смены не было Но предполагалось, что патриаршество, понятно, что во главе церкви стоит фигура, личность, а синодальный период здесь же все по-другому Вот в чем принципиальные отличия? Ведь архиереи сохранялись, были значимые архиереи, там, Петербургская кафедра, Московская кафедра Но не было вот фигуры самого патриарха, а что было? Нет, фигуры не было, была коллегия, Петр реорганизовал всю систему государственного управления, заменив действительно громоздкие, с непонятными, переплетающимися полномочиями, функциями приказа И учредил министерства, которые именовались коллегиями Да, 12 коллегий мы знаем, там Берг коллегия занималась разработкой полезных ископаемых, там была коммерц коллегия, была коллегия, которая занималась сбором налогов и так далее Ну и вот, наконец, появляется церковное министерство и возглавляет ее коллегия из архиереев, из духовных лиц, не только архиереи, представители белого духовенства, монашествующего И резоны, то есть причины учреждения коллегии, озвучил, да, вот, точнее, изложил в духовном регламенте инструкции для нового министерства Известный сподвижник Петра из числа духовных лиц Феофан Прокопович, да, что это выгоднее, что если первенствующее лицо там заболело при немощи, должности свои оставить не может, но и дела стоят Прочие решают, что меньше пристрастности, ну, в общем, резоны-то вполне понятные, но, ну, не касающиеся, да, вот, некого особого положения этого первенствующего лица Потому что сначала предполагался президент, при Петре он был, это был тот самый местоблюститель Потом как-то президента не назначали, были вице-президенты Поэтому, скажем, ну, в девятнадцатом веке очень часто, да, первенствующий член Синода, он воспринимался как некий ведущий иерарх, но никак не первый иерарх Просто его знали, это был, там, яркий человек, иногда не особенно яркий А почему впоследствии отказались от идеи во главе ставить лицо духовного звания все-таки? Вы говорите, что... А нет, там была система немножко другая, там сама по себе была вот эта коллегия, которая, скажем, в дальнейшем уже девятнадцатый век и начало двадцатого века Это исключительно духовные лица и параллельно система, которой подчинялась оберпрокурор То есть в самой синодальной системе управления было две составляющих, скажем так, грубо говоря, да, духовная и светская Из мирских чиновников светских, которые служили по этому ведомству Ну, соответственно, она возглавлялась оберпрокурором Оберпрокурор осуществлял, да, как правило, возглавление той вертикали, которая не была связана с делами сугубо духовными Да, с вопросами богослужения, вероучения, канонического строя А архиереи не вступались уже ни в экономическую сторону, ни в финансовую, это было не их дело Кроме того, оберпрокурор, ну, примерно, да, середины девятнадцатого века использовал такую модель контроля То есть его люди были в духовных консисториях И в принципе, вот когда уже оберпрокурор действительно становится всесильным Они могли блокировать решения архиереи, если считали их несоответствующими законодательству И вообще, так сказать, какой-то правде и справедливости То есть архиерей здесь как раз оказался в подчиненном, да, положении? Ну, не в подчиненном, потому что, конечно, блокировать решение архиерея Это скандал в любом случае, это надо доказать и очень твердо обосновать И это очень редко Но то, что за ним наблюдала некая заинтересованная, неподчиненная ему инстанция Это, несомненно, так Немножко напоминает систему папских нунциев у католиков Ну да, да То есть когда есть два источника для докладов в центр Вот Синод получал донесение архиерея и знал обо всем, что творится от консисторского секретаря Который был независим от своего архиерея А если говорить все-таки о вершине, то есть Петербурге То в качестве архиерея, тут, кстати говоря, интересно Ведь, если я не ошибаюсь, местоблюстителем все годы был Стефан Еворский Да, Стефан Еворский Он был то ли Муромским, то ли... Рязанский Рязанский митрополит, он носил титул Причем потом носил очень такой экзотический титул Экзарх и администратор И местоблюститель патриаршего престола Как-то его надо было пышно назвать Ему-то, конечно, хотелось быть патриархом, но не случилось Так вот, в этом звании и умер То есть, а он не дожил до образования Синода и... Нет, он дожил и стал даже председателем А, да? Но потом вот он, так сказать, запросился из Петербурга Это тоже был какой-то президентом, не председателем, да, президентом Синода Запросился из Петербурга Полагая, что его будут уговаривать, чтобы он остался И что-то какие-то бонусы дадут Но не случилось Вот он поставил столицу на берегах Невы А как, получается, сейчас мы, я думаю, даже светские люди, в принципе, представляют, как происходит, ну, в общих чертах церковное администрирование Вот есть Синод, есть епархия, есть Москва, где находится патриарх Ну, а есть епархия, соответственно, теперь уже метрополия на периферии, за пределами Москвы Куда всё это понисходящее и уходит А в Синодальном периоде как это выглядело? Ну, это тоже вертикаль, конечно, вертикаль, ну, по единому образцу, как всё в империи, да То есть епархии по границам совпадают практически с губерниями Рядом с фигурой губернатора, фигурой епархиального архиерея У него могут быть векарные архиереи, если большая значимая епархия Ну, и вот при нём действует вот система духовных консисторий Вот где сидят чиновники, которые наверху на самом подчиняются оберпрокурору И что касается самого Синода, то это предельная централизация Сконцентрированность в Синоде решения вопросов Ну, которые, наверное, на сегодняшний взгляд, конечно, не требуют столь высокой инстанции Например, все дела о разводе могли пройти только через Синод Одно время все дела о пострижении в монашество шли через Синод Неважно, где, в какой части империи это происходило Да, ну, когда были ограничительные меры в отношении монастырей Ну, и потом дела о пострижении в монашество, ну, ранее, допустим, какого-то срока Возрастной ценз тоже имелся Вот, ну, и вот это уже понятно, да Это уже нужна была какая-то более высокая инстанция А так вот даже все бракоразводные дела, ну, как справлялись? Поток дел, ну, просто нескончаемый был Допустим, кто работал в бывшем архиве святейшего правительствующего Синода Это в Петербурге, да, находится И видел даже хотя бы вот эти дела Где просто книги, где регистрировались текущие дела Стол такой-то, стол начальник такой-то Как эти дела проходили Это невероятная бюрократическая система Но очень четкая, слаженная, четко работающая И прорабатывающая уже на всех этапах эти дела Синодалы, то есть вот этот круг архиереев Которые назначались государем, скажем сразу, как попадали в Синод Государные, именно всегда государные Государные, ну, кто-то по положению Понятно, что Петербургский должен быть членом Синода И, скорее всего, первенствующим Хотя они всегда были и московские первенствующими, и, там, киевские А вот как раз, да, переделый вопрос Хотел уточнить, кто из них, в общем А вот было по-разному Были исключения, ну, как правило, конечно, столичные архиерей Остальные по назначению Вот просто так вот, по назначению Это все принималось Они приезжали, там были сессии у этого Синода Заседали они, ну, уже перед революцией У них среда и пятница были дни Ну, вот как положено в присутственных местах Вот они какое-то время, там, с утра просиживали И слушали доклады чиновников А как, среда и пятница каждой недели? Ну, да, это когда сессия, когда активно работают А, ну, и, соответственно, это не каждую неделю происходило Нет, каждую Нет, и вот эти сессии, активный период, это несколько раз в год Ну, два раза, да, зимние, зимние, летние То есть архиерею, которая там находится в Синоде А сам он из отдаленной епархии Не обязательно все время в Петербурге присутствует Нет, конечно, и более того Более того, некоторые архиереи не являлись Там их особенно не трогали Ну, допустим, московские Не так часто, как ни странно были Ну, из Москвы-то не так далеко добраться Недалеко, но при этом большая епархия Загруженность, бескрайние необходимости То есть он вполне мог не участвовать Но, тем не менее, ну, так сказать, необходимый форум был И они получали препарированные дела Докладывал чиновник Синода Они только принимали решение А препарированные-то как? Ну, докладывали суть вопроса То есть не надо было весь этот том листать Ну, это не судебный процесс Читать, нет, конечно А просто так и так Такие-то показания сторон Скажем, если бракоразводный процесс Да, вот Доказана неверность одного из супругов Там или безвестное отсутствие На протяжении там стольких-то лет Нет, они принимают решение Брак этот, так сказать, расторгается или нет А могли и не расторгнуть Ну, могли и не расторгнуть Но все-таки Они должны были, да, вот Исходить из того Насколько вот Для этого представлены Веские основания, да И, соответственно, все эти бракоразводные дела Они копились И все только в момент Синода Да, это вот Официально развестись Было очень тяжело Очень тяжело Раз уж мы пошли с самого начала Очень интересный вопрос Взаимоотношения вообще Петра Первого с церковью Ну, понятны его административные реформы Ну, сейчас мы каких-то коснулись Чего-то не коснулись Но Петр Первый как христианин Об этом что-то известно? Ой, так-то тема Очень обширная Ну, это обширная, ну да Ну, просто очень интересно Раз мы говорим о синодальном периоде, о его начале То в двух словах, конечно, хотелось бы тоже это понять Откуда шли, во-первых, истоки этих реформ Во-вторых, ну, как-то Петр Первый прожил все-таки Довольно большую жизнь Насыщенную, по крайней мере, да И здесь церковь как-то его сопровождала Или все-таки не очень Ну, есть разные точки зрения, да Вот там, не будем говорить, какая в советское время Господство, какая сейчас Но есть вот такое некое общее мнение Что не особо-то он был религиозен Ну, если скажем так Никакого дела Петр без молитвы не начинал Всякое дело начиналось с молитвы Он любил богослужение Любил, как деятельная натура Сам в нем участвовать Пел на клиросе, читал апостол Всегда с благоговением относился к имени Божию, да И понуждал своих приближенных Посещать регулярно богослужение по воскресеньям Видел в этом несомненную пользу для людей Не любил атеистов, считая их неумными людьми Фанфаронами Известно, как он своей дубинкой Отхаживал Татищева Великого Татищева За то, что тот изволил пройтись как-то с иронией По поводу Библии Не затем я тебя отправлял за границу Это все факты известны Но, что касается вот такой старомосковской традиционной церковности Это человек вне традиции Который тяготился церемониями Который не хотел идти в вербное воскресенье Поддерживая стремя патриарха Которого везли по городу Который символизировал Христа в этот момент Входящего в Иерусалим Это ему было неинтересно Он этого не любил Он этого не понимал Потому что он это просто не знал В силу того, что был с детских лет Совсем с юных отдален от двора С матерью он проживал В Загородных Это Преображенское Это Коломенская Измайл Вот это его А дворец с его церемониями Был ему не понять Он не понимал смысла монашества В том виде, в котором оно существовало Считал имения монастырские Туни гибельными Погиблыми Монахов считал тюниядцами Которые не приносят Именно вот такой конкретной Утилитарной общественной пользы Поэтому пытался Взвалить на монастыри Заботы Ну разного рода Функции социального презрения Скажем так Светлый вечер На радио Вера Алексей Святозарский Профессор Московской Духовной Академии Церковный историк Сегодня у нас в гостях Говорим о синодальном периоде В истории нашей страны В истории русской церкви И говорим сейчас О Петре Первом Как о христианине Но вы говорите Что он очень любил Богослужения Сам любил Там читать Петь на клиросе А он Как это все сочеталось С теми же самыми Всешутейшими Всепенейшими соборами Где напрямую Карикатурно Восмеивалось Духовенство Там есть, да, множество Разного рода Гипотез Да, объясняющих Это явление Некоторые считают Что это вообще Такой досуговый клуб С кощунствами Ну, такими Которые вот считались Безобидные Они, конечно, не безобидные Потому что Если мы посмотрим Там люди умирали Тексты Они совершенно чудовищные А если мы приглядимся Так сказать Генезис этих текстов Это, конечно же В основе Православное Богослужение Пародия на него Довольно злая Ну, вот Считалось, что Петр так развлекается Что это некий Близкий круг людей Что Ну, вот Какого-то чего-то Такого злонамеренного Таинственно-зловещего В этом не было Ну, такие вот Грубые шутки Характерные Грубому веку Для грубого века Действительно упивались Некоторые шутки Кончались смертельным исходом Все это было Все это было В духе Петра Но это как-то Вот не касалось Его отношения Да Потому что Ну, смотрите Даже Новая столица Для него важна Петр убежден Он не прав Он ошибался Что он основывает Петербург На том месте Где Александр Невский Разбил шведов Здесь он основывает Александр Невскую Лавру И для Лавры Он переносит Мощи из Владимира Все-таки святыня Да Начинается Петербург С креста Он из березы Срубил крест Заложил Место На котором потом Строит храм Ну, это же могло быть Традиции Такое уже Нет, там была Все-таки живая Вера Мы знаем Что умирал он Как христианин Все-таки Да, вот Естественно Спасая Иметь в виду солдата Это Да Вот, так сказать Жертвенный Такой поступок И Искренне Исповедовался Причастился То есть Он понимал Осознавал Что он умирает Что он уходит А духовенство Никак не участвовало Во всех этих соборах Шутейших, пьянейших Ну, духовенство Участвовало В разного рода Его усилениях Нет, собор Это самые близкие Это самые близкие Люди С которыми Он мог быть Но совершенно Без Галстуков Что называется Я уж не знаю Без чего еще Потому что Без галстуков Это, наверное, Ассамблея Вот на ассамблеях Духовные Принимали участие Ну, там, да Понятно И разные были Духовные Там Вполне Подлаживались И вполне Вписывались В эту систему Все это происходило В немецкой Слободе Немецкая Слобода Дворец на Яузе Который построен Для дорогого друга Франца Лефорта На самом деле Петр скуповат Для того, чтобы туда Возить гостей И устраивать эти пирушки Ну, Лефорт Как раз по счастью Если уж так Можно для Петра Выразиться Вскоре и умер Он умер Петр был очень расстроен Да, и вот в этом Новом дворце Где еще не просохло Побелка, краска Вот его Он прощался С другом Францем Несколько недель Да, очень любил Вот Ну, и он, так сказать Тоже стал где-то Жертвовать этих Бахусовых утех Как считается Что эти возлияния Не пошли ему на пользу Непонятно Да, ну, мы говорим О синодальном периоде Все-таки В большей степени И Как Со временем Вообще Можно ли говорить Что синодальный период Синодальное устройство Менялось Или это было Какой-то монолитной Структурой Которая Вот как она сложилась В начале 18 века Так в глухолучном 200 лет Просуществовала Это, конечно, менялось Обычно приводит Такое хрестоматийное Выражение Святителя Филарета Московского Который высказался В том духе Что протестантская коллегия Которую немцев Перенял Петр Промысел Божий Обратил в святейший Правительствующий Синод В этом очень много И смысла И действительно Вот этой вот коллегии Министерства Не получилось И, конечно, государство И русские Государьи И государыни Вот тоже интересный момент Синодальный период Очень многое зависит От личности монарха И у каждого из них Своя церковная политика В рамках синодальной модели Все-таки Да И каждый из них понимал Некую инаковость Природы церкви Все это установилось Со временем И даже Святитель Филарет Когда ему сказали Что тут надо бы Патриаршество восстановить Ну, говорит А почему вы Хорошо бы его не отменять Ну, а почему вы думаете Что один человек Будет противостоять давлению Со стороны Светской власти Лучше, чем коллегия А коллегия В его времена Могла прокатить Оберпрокурор Могла Были оберпрокуроры Которые вызывали Голицын Близкий друг Александра Первого Человек довереннейший Самый сабинный друг И тем не менее Он проиграл В борьбе с синодалами А в чем заключалась борьба? Борьба в богатировании Борьба в том Что один из Да Членов синода Митрополит Серафим Глаголевский Занимавший Петербургскую кафедру Демонстративно Перед посланником Государя Снимал с себя Клобок Не произнося ни слова Ну, понятно Не уберете Голицына Сниму с себя То есть уйду Уйду в знак протеста Да, мог Святитель Филарет Обладал он, конечно Колоссальным авторитетом Но мог себе позволить Не ездить в синод Просто не ездить Не объясняя это никак То есть внутри этой модели Разные были моменты Но у кого-то вместо себя Мог отправлять, нет? Нет Нет, не мог Не мог Так а ему же все равно Потом, если синод Принимал какое-то решение Которое он должен был Как правящий архиерей Московский исполнять Он мог бы с ним Не согласиться А тут оно к нему Уже в качестве обязаловки Пришло Ну, я думаю Что едва ли Это касалось Уж так его Епархии Потому что он сам был Целая эпоха В истории Московской Епархии Ну, какие-то Ну, совсем экстраординарные Там, может быть, жалобы Я таких примеров не видел Вот И уже как-то его и не трогали Он здесь в Москве был Он сам был как патриарх И к нему так все относились Но не в силу Властного положения А в силу нравственного авторитета Ну, да Это известно Про него это, конечно, очень известно Но здесь я, например Простите, немного запутался Отношения синодалов Это мы говорим исключительно о духовенстве Правильно? Когда говорим синодалы, мы подразумеваем архиереев Которые... Ну, в данном контексте, да, конечно А оберпрокурор? Оберпрокурор Это тоже составляющее Ведомство православного вероисповедания Изначально это офицер Доброго нрава Который является оком Стряпчем в делах государственных Приглядывает, все ли в порядке Ни во что не вмешиваясь А потом это всесильный хозяин Духовного министерства Важная, конечно, личность А в какой момент произошло это? С Протасова Это Николай I Ну да, вот лучше по императорам Николай I Это середина XIX века Ну, 30-е и 40-е годы 40-е 40-е, когда вот выковывается эта система Духовных вот этих вот консисторий Подчиненных оберпрокурору Это новый устав вводится в 1843 году Из которого следует, что да, теперь У архиерея есть некий Некий надзор за архиереем Конечно, секретарь консистории Над архиереем никак не стоит Но внимательно наблюдает И не доводя до сведения архиерея Доводит до сведения оберпрокурора Все то, что он видит в епархии А архиерей на консистории Вот опять-таки Давайте здесь тоже остановимся Разберемся Это же применительно к епархиям То есть там есть консистория Есть архиерей Тот, кто стоит во главе консистории Он, архиерей, по идее, должен его побаиваться Побаиваться Это что-то вроде маленького оберпрокурора Но не столь дистанцированного То, что все-таки консистория при архиерею Но при этом она и Это очень интересная система Очень интересная система Да, вот если мы на самом верху Видим светскую составляющую Вертикаль, которая подчиняется оберпрокурору Это просто светские чиновники Кстати, многие из них с духовным образованием И неплохим Со степенями Кандидатов, магистров И даже докторов богословия То есть люди, которые прекрасно разбираются Которые вышли из системы Но при этом независимо от нее Прошли через все Их родители, священники Дьяконы или дьячки И они выбились на самую вершину Благодаря духовному образованию В консисториях тоже бывшие семинаристы Часто недоучившиеся Которые начинали с того Что они чистили перья Бегали, ну скажем так, мягко за квасом В соседнюю лавочку И уже путем опытным Работы с документами По конкретным делам Становились уже вот такими Заметными чиновниками Потом это менялось Очень много приходило людей Идеально настроенных Которые считали, что надо искоренить Те неправды, которые живут в чиновничьем мире Которые считали, что взятки это мерзость И постепенно Очень в таком здоровом плане Влияли на это А вот тут интересно У нас же все-таки речь идет о сословном обществе У нас дворянство Духовенство Куда попадали вот эти консисторские чиновники? Они же не дворяне Если они выходцы из духовного сословия Бывшие семинаристы Дети священства Они как-то зависали между сословиями Ну такое подзабытое выражение Колокольное дворянство Да вообще они переходили в разы от светских чиновников И за выслугу лет Ну вот по каким-то своим качествам замечательным Они могли из чина в чин возрастать Там был момент образовательного ценза Там если ты не имеешь образования Выше ты определенного чина не прыгнешь Но мог ты дорасти и до такого чина Когда дают личное дворянство И ты уже Ваше благородие Но только личное Личное Дети твои Ну если уж ты совсем где-то в синодальных Так сказать Блистаешь коридорах То мог и до потомственного дослужиться Да ну Допустим да человек закончил духовную академию Которую приравнивалось университету Поступил на эту службу Хорошо себя проявил Получил чины там Ну вот там могли быть и надворные советники И статские И до генерала можно было дослужиться Ну это уже потомственное все Это статская служба А что касается сословного момента То да вот такое вот интересное положение То есть во главе консистории губернской Стоял дворянин все-таки Или не обязательно Не обязательно Вот во главе всей системы синодальной Конечно дворянин Ну это безусловно И об этом пишет Митрополит Евлогий Георгиевский Уж казалось бы Ну в хорошем смысле Такие более демократические Мягкие времена Уже вроде бы Это сословность Как-то не принято Так на нее особенно Давить И тем не менее Он говорит Мы-то, говорит, Поповичи А это генерал А для настоящее А для него это было важно Важно Несмотря на то Что Евлогий Георгиевский Пережил и революцию И войну Вторую мировую Тоже пережил И он вспоминал все равно Об этом Он это помнил, да Как-то да Вот что все-таки Какой-то комплекс существовал Например Совершенно не существовал Комплекс у Антония Храповицкого Потому что ряд архиереев Из дворян Он такой очень жесткий А ему было Он все равно Храповицкий Куда-то его не делал Ну он еще из дворян К тому же, да, действительно Да И из каких, да Сказать потомых Статс-секретаря Екатерины То же самое чувствуется В такой сословный момент У будущего патриарха Алексея Первого Семанского Да, знаменитая Московская ветвь То есть были Вот допустим Да, дворянин-священник Это уже как-то странно А про дверей Они же дворяне Или это позже появилось Там очень все сложно Потому что Сначала было Духовное сословие Потом начались Разборы Духовного сословия Надо было этих Людей Куда-то девать Потому что Вот Кто такие Духовное сословие Кто составлял В 18 веке Это Духовенство Это члены семей Это дети В общем все дети Чем бы он ни занимался Там Балбес Который голубей Гоняет Недоросль Не получивший образования Маменьки Там помогающие Дочки Это все Это духовное сословие Дети звонарей Пономарей С естественно С сословными Какими-то своими привилегиями Делались разборы В 18 веке Грубо забирали в солдаты Потом определили Что духовное сословие Это те Кто состоит На действительной Церковной службе Куда девать других Вывести в свободное сословие Дать звание Почетных граждан Потомственных Почетных Граждан Вот это На что можно было рассчитывать А дальше уже рост В зависимости от твоих Личных качеств Твоих успехов От твоего социального лифта Скажем так Сейчас продолжу говорить Об этом Буквально через одну минуту Напомню Что Алексей Светозарский Профессор Московской Духовной Академии Церковный историк Сегодня у нас в гостях И ровно через минуту Снова здесь Светлый вечер На радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер На радио Вера И снова в этой студии Программа Светлый вечер Я Алексей Пичугин И вместе со мной Этот светлый вечер И вместе с вами Проводит Алексей Константинович Светозарский Профессор Московской Духовной Академии Церковный историк Говорим о синодальном Периоде в истории Русской Церкви Вроде бы и не так долго Он просуществовал 200 лет Но столько всего Интересного Необычного для России Было в этот период Потом уже ставшего Обычным Но вот такой период Между двумя Патриаршими Периодами Был с 18-го По начало 20-го века Во всем этом Пытаемся разобраться И остановились на том Что начали разбирать Духовное сословие И в итоге пришли к тому Что духовное сословие Только тот Кто находится На действительно Церковной службе А вот эти консистории О которых мы говорили Это считалось Церковной службой? Нет? Нет Это чиновник Это все равно чиновник Это чиновник Нет Это чиновник Это государственный чиновник Который Трудится Состоит Как говорили По ведомству Православного вероисповедания По синодальному ведомству То есть Да Его роль Определенная В церковных делах Отмечалась Специфика его работы У него могло быть Образование Полученное В духовной школе Да В духовной системе Но при этом Нет Это были чиновники Более того Преподаватели Духовных академий Были чиновники Показатель какой Они имели чины Собственно говоря Почему чиновники Да То есть У всех у них были Чины определенного класса Там Профессор Как правило Да Там имел Определенное звание Они тоже были там И надворные советники И статские советники И скромнее были Звания Так что все Это вот Ну это вот имперская система Ну она Просто довольно Почему об этом Так подробно говорим Мне кажется Она довольно Интересна И не так хорошо Известна Рядовому слушателю Человеку Который может быть Не очень хорошо Интересуется Знает Не интересуется Историей Или интересуется Какими-то другими Ее аспектами Она довольно Сложная И запутанная Но тем не менее Вот Очень интересно Для понимания Даже прочтение Классической литературы Кто от кого Как Кому Обращался Зависел Вы говорите Духовенство Определенный трепет Испытывало По отношению К дворянству Это во всем Проявлялось И там Какой-то сельский Священник И помещик Это отдельная история Как раз Характерна Очень для Синодального Периода Потому что Дворянское Сословие Естественно Первое Сословие Которое Претендует На определенный Образовательный Уровень Приличествующий Да Вот соответствующий Каким-то Даже европейским Стандартам Это система Гимназий Которая Особенно Укрепляется При Екатерине Развивается Но и Духовенство Это тоже Образованное Сословие И вот Забытое Сейчас Сочетание Очень характерное Для русской Такой прошлой Жизни Дореволюционной Образованное Общество Старались Даже сгладить Момент Социальный А вот Есть люди Образованные И нет Которые В силу Рождения Воспитания В силу Личных усилий Получили Образование И вот Восемнадцатый Век Митрополит Платон Левшин Говорит Что Для московского Духовенства Что он Сделал Застал его В лаптях Обул в сапоги Ввел в гостиной Это образное выражение Говорит об очень многом Это Екатерининские времена Это Екатерининские времена И Дворянство Это уже образованное Сословие Потому что Без образования Ни в какую службу Ты не поступишь Ты недоросль А Служить ты обязан На поприще На каком хочешь Военном Гражданском Или придворном Но ты должен служить Это твоя обязанность Как раз При Екатерине Уже не должен Да Уже можешь устраивать Но до этого Поэтому Сословие сформировалось Получение образования Большой плюс по службе Хотя не всегда Там Кто-то довольствовался Домашним Но тем не менее По-французски говорят В курсе Так сказать Каких-то И научных моментов И Общекультурных Что такое Духовенство Действительно В лаптях Ну реально То есть Неустроенность Социальная Ну и В гостинах То говорить Не о чем Платон Через образование Добился Того Что в духовенстве Начали Городском Видеть людей Равных Что позволило Ему не упустить Высшие Слои общества Которые Уходили Далече На страну От церкви Если бы они Не общались В духовенстве Если бы не видели Собеседников В лице образованных Священников Конечно Была бы полная Катастрофа Не все Да Вот там Священник сельский Зависит от помещика Однозначно Большую часть Синодального Периода Зависимость Унизительная Потому что В 18 веке Помещик Может быть Циничным Больнодумцем Он может вообще Не быть Он может быть Жить в Париже Может быть Благочестивым Человеком Которому надо Все время Кланяться Благодарить Вспомним Отца Савелия Туберозова Очень трогательная Но Лесков Не столько умиляется Сколько Горько Лесков Как раз Наверное Единственный Такой известный Бытописатель Именно Провинциального Духовенства Причем Это духовенство Эпохи реформ Когда вот Эта прежняя Патриархальная Модель Вот еще Сложившаяся В 18 веке Она начинает Трансформироваться Приходят новые Веяния Новые люди Ослабевает Вот этот контроль Вот что такое Синодальная эпоха Это контроль Тотальный Проповеди Надо вести Цензор Он утвердит Письменно Там Не дай бог Чего лишнего То есть Очень связан А сельскому Священнику Тоже надо вести Конечно Конечно Или они В общем и проповеди То не говорили Ну так это приводило К тому что Не говорили Потому что Кому оно надо Да Савелий там Поревновал Весчерканную Эту тетрадку Там ему вернули Это был Такой момент Конечно Но с другой стороны Вот этот контроль Он От многих вещей Избавлял Духовенство И высшее в том числе Да Незазорность Архиерей вообще не знал Какие там Где какие деньги Он получал Более чем Приличное содержание По таким вот Социальным каким-то Да Параметрам Ну вот я говорю Что архиерей Это сопоставим С губернатором С городоначальником Точно Да Если там Маленькие Городок И Никаких проблем Там материальных Он не знал Но он и не имел Никаких дополнительных Источников дохода Никто ему Барашка в бумажке Не вез Скорее взятки Давали чиновникам Как-то старались Их Убложить Причем так По простому Как у Гоголя С этими Гусями в корзине Приходили И прочее Все это Это такой момент Был Но это трансформировалось Это менялось Это смягчалось Была прозрачность Прозрачность Финансов Была отчетность Ну и в общем Достаточно Четко ограничены Были права И полномочия Каждого Но это надо читать Лескова Чтобы погрузиться В атмосферу Мелочи архиерейской жизни Где все это подробно Написано Как жил Эпархиальный архиерей Ну да Ну скорее там Критически Так сочувственно критически Кому как Он же разные Там такие портреты рисует А мне все таки интересно Про сельского священника Ну хорошо Если живет в Париже Барин Если он вольнодумец То священник Это никаким образом Не касается же Ну как не касается Это единый мир Это единый мир Ну с какого-то момента Да вот На прокорм Как раз это вот Синодальный период Нарезают Если не ошибаюсь Тридцать тридесятины Если Однопричтовый храм То есть священник Дьячок Ну там две трети батюшки Треть ему Там надо кормить Просвирню Да Просфорница Женщина Из духовного звания Ну скажем Вдова Дьячка Или дьякона Или священника Которая имеет Особое разрешение Благословение Которое благонравно Ей доверяют печь просто Значит ее надо кормить Ну вот так вот С этого кормиться Либо сам возделывай Поэтому Жизнь многих Сельских священников Очень близка К крестьянской Либо сдавай в аренду Либо с помощью Наемного труда Вот Участки эти там Варьируются Сельский мир решает Где дать Там через следующий Ну к примеру Я говорю там пять лет Да вот Надо за этим Все время следить А материальная зависимость От того же помещика Потому что Ну в чем Не прокормят Вот этот Те же крестьяне Да что Что с них взять Ну Какой-то Какая-то натуральная Плата за Требы Пять яичек Принесут За владенчик И что-нибудь Такое Вот Там же такие Патриархальные Картины были Когда На Пасху Обходили Батюшка и дьячок Дьякон редко Бывал только В очень богатых Селах Ради красоты Церковной А так вот Минимум этот Они обходили Пели тропарь Поздравляли с праздником И собирали Кто что даст Говорят редко Доходили до конца деревни Ох это было тяжело Да деревни были большие Было тяжело Что там пятачок вынесут Да какой там пятачок Пятачок куда-нибудь В кубочку Поднесут скорее Поднесут Что-нибудь тоже Домашнее такое И Яички потом Попадья Шелушит С поповными Сидит Прокаливает В русской печи И пересыпая солью В бочку И едят целый год А даже так Да Они засаливают Да Ну а куда же Не выбрать И не съешь сразу Ну вот на год Так вот и кормились И учились Поэтому очень важно Что учили на казенный счет Что было сословное образование И что дети Могли Выйти в люди Могли либо продолжить Линию Да Семейной традиции Ну либо Получив образование В духовном ведомстве Это сложнее Но тем не менее Найти себя в тех же чиновниках А было же очень уродливое проявление Такое очень неприятное Я не помню правда В какой конкретный период И сколько оно продолжалось Когда наследовались приходы То есть если у Скажем У диакона есть дочка Или сын То Скорее всего Значит если дочка То она может Выйти замуж за семинариста Но он выше диакона не поднимется А скорее всего Наследует вот этот приход Ну может быть отчасти Зависело это от места Но скорее все таки От образовательного уровня Потому что По старой шкале Да вот допустим Духовная школа Старая до реформы Александра Второго Это Мы помним Философ Хамабрут Кто такой Кто дошел до философии Осталась то ему Последняя ступенька Богословия Вот кто богословие окончил Полный курс наук Может претендовать на священника Философ только На диакона Риттер на дичка То есть Хамабрут мог быть диаконом Мог быть диаконом Уже Женился бы Нашел бы сетаж С невестами Это вопрос отдельный Это так называемый Приход со взятием Приход со взятием Точно у меня вылетел То есть батюшка старенький Или батюшка умер Связано это с тем Что батюшка обелил дом То есть он купил Выкупил церковный дом И архиерею Ну какие что Надо упопади покупать дом Это ее собственность Наследственная Да Как это ублажать Нет вот семинаристы А уже Ребята-то взрослые Усатые Сидят на последней парте Потому что Богословию можно Не год проходить Долго Зазимовать можно было Особенно там Восемнадцатый век Ну вот уже там Картина девятнадцатый век Масленица уже Возбуждение идет В классе И молодые люди Здесь не было Такого Уж особенно уродливого Момента Это все Это все были кланы Поповские кланы В каждой епархии Все друг друга знали Все проходили Через одну и ту же семинарию Учились у тех же учителей Были родственные связи Близкие и дальние Да там И поэтому Ну что Вот он так Патриархально Они приезжали На блины Их отпускали Из семинарий А это ни к чему не обязывает Блинков поели На красавицу Румяна щеки Их поповин Полюбовались И ей не стыдно И он никого не обижает Если она ему там Не понравилась Ну а бывает Что уже Да Уже ждать Нечего Уже там архиерий Говорит Давай Вот есть место Вот есть невеста Ну и к браку Отношение было Немножко другое Вот все эти тонкости Там Любовь в морковь Не любит Да А там в общем Практический был поход Причем в 18 веке Настолько практический Что составлялся Брачный договор И вот этот Юноша Семинарист В перспективе Стать дьяконом Или священником Обязался пожизненно Содержать Тещу За подписью Архиерей утверждал Эту бумагу А она Предоставляла Платье Это я сам читал В приданное За дочкой Восемь оловянных Пуговиц Значит Чайник Медный Ложка Серебряная Там стаканчика Все это расписывалось И полюбовно Более того Не только Теща Но ее дети Ее незамужние дочки И несовершеннолетние сыновья Он становился Хозяином дома И наследовал Не только приход Но и наследовал Все те проблемы Которые были связаны С содержанием Поддержкой этих людей То есть это было Ну вот Такой момент По-своему удобный Снимавший Некоторые моменты Вот Сложные Светлый вечер На Радио Вера Алексей Святозарский Профессор Московской Духовной Академии Церковный историк Сегодня в гостях У Радио Вера Говорим о Синодальном периоде В истории России В истории Русской Церкви Подождите А вот этот вот Будущий священник Будущий диакон Он священником-то В перспективе мог стать? Если он не закончил Богословие? Это очень сложно Нет 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 Там очень четкий Был образовательный ценс Вот ты не доучился Он если хотел Ему не было возможности Пойти доучиться Да куда Все уже Семья Все Диакон пожизненный Но еще и хорошо Если это есть Диаконское место Потому что было Например такое Диакон на вакансии Псаломщика То есть он В росьбе рукоположенный Он в сане Он служит как диакон А получает как псаломщик Другой возможности У прихода нет А псаломщик Это вообще Труженик Но здесь Надо отдать должность Синодальному периоду Это не какой-то Мужичок Который там За тарелку супа Что-то подает Раздувает Народ его Тоже именует батюшкой Потому что У него есть Официальный Аттестат Об окончании Духовного училища Например Отец умер Надо поднимать С младших Да Семью и так далее Он уходит После духовного училища Не может продолжить Он вечный Псаломщик Но он уважаемый человек У него есть Благословение На подрясник Он рукоположенный Чтец Или благословенный Чтец У него есть доля Из приходского Дохода Из кружки Официальная Которую ни на копейку Нельзя уменьшить И на своих правах Маленького человека Он стоит Он тянет на себе Всю службу Я думаю Те наши радиослушатели Кто пробовал себя На клиросе Да Могут себя представить Ну скажем Вот так вот Страстную неделю Одному почитать Это в общем Это серьезный подвиг Большое напряжение Более того Он же еще и хор Изображает на буднях А ради праздничных Воскресных дней Он хор готовит Из любителей Он владеет навыками Он играет на скрипке Или физгармонии Так что Огромный круг забот То есть у него круг забот Еще больше Чем у священника Конечно Конечно Но по образованию Он на более низкой ступени По статусу тоже Здесь не идет речь О том Что вот батюшка Есть батюшка А он Там всего лишь дьячок Да Вот с точки зрения Именно собственно Церковной иерархии Да Ну вот просто Вот так вот Вот так вот Еще одна очень важная Страница в истории Синодального периода Которую мы пока Не поговорили Это реформа Екатерины Второй Секуляризация Церковных земель То о чем Тоже часто вспоминают Потом Часто можно услышать Что Вот до революции У нас Ничего не сносилось Не упразднялось Не закрывалось А вот пришли Безбожники Большевики И сразу Все нам закрыли Хотя вот Можно привести Ну церкви понятно Хотя тоже Не так известно Что закрывались Разрушались Перестраивались Сносились И до революции Просто Это были Единичные случаи А вот Секуляризация Церковных земель Упразднением Огромного количества Монастырей Здесь Матушка Екатерина Как раз Преуспела И была первой Вот давайте Подробнее об этом поговорим С чего вообще Возникла идея Секуляризации Церковных земель И все реформы Ну надо было решать Проблему которая В общем начала Ощущаться у нас С 15 века Огромные Монастырские землевладения Треть земель Принадлежит церкви Что люди жертвуют В России Главное богатство Земля Там ну какие-то Могут пелены Шитые жемчугом Там потиры Драгоценные Но за упокой души Сельцо Приписать С людишками А постепенные Людишки Совсем уже К этой земле Прикрепляются Ну и соответственно Монастырь Становится Крупным землевладельцем Власть это уже Раздражает Потому что эти земли Ну нельзя пустить В некий экономический Оборот Нельзя раздавать За службу Основная форма Поощрения Да Для Служилых людей Ну а потом Ну и просто Вот Непонятно Да Вот для такого Совсем патриархального Общества Это характерно Потому что В любой большой семье Кто-нибудь Молитвенник или молитвенница Сынок или дочка В соседнем монастыре Монастырьки Маленькие Особенно на русском севере Да Вот они тесно связаны С крестьянским миром Это все так Но эпоха Немножко другая Общество Становится Более Секулярным Ну и в конце концов Государство Все-таки Находит Способы Как эти земли Эксплуатировать Через Светское управление Это монастырский приказ Это коллегия Экономии Которая Распоряжается Доходами Ну Петр черпал полным ведром Что называется Полным ведром Уже церковь Не могла туда Нет Но это считалось церковным Считалось что эти люди Опекают Распоряжаются Берут На войну Надо со шведами Сколько средств Ну вот Дополнительно Конкретный пример Я Игумен монастыря У меня У моего монастыря Огромное количество сел Причем не только окрестных Но еще где-нибудь на Урале Записанных Ну были же такие монастыри Достаточно Там насколько помню Крупнейшими землевладельцами У нас были Суздальский спас Ефимев И Троицкий Конечно И что Я с какого-то момента Не могу распоряжаться Всеми землями Нет Сидит Это приказ Там сидит Боярин Там сидят Светские чиновники То есть Синодальный период На самом деле Вот ну Принципиально Новую модель Не придумал Она просто немножко Так сказать Была приспособлена Да К новому времени Не может Ну и потом Что в конце концов Надо решать этот вопрос Окончательно И во времена Петра Третьего Уже к 1761-62 году Готова реформа Отчуждения Секуляризации Да Это не национализация И не конфискация Это отчуждение В пользу государства С компенсацией Монастырских земель А компенсация в чем? Денежная А компенсация в том Что вводятся штаты И пропорционально Гарантирует Что будут средства А упразднялись Монастыри Упразднялись Монастыри Они объявлялись Там Нет Были вообще Заштатные монастыри Которые на Свой кошт На свой страх И риск Могли существовать А были монастыри Которые упразднялись Потому что Не было Средств Для их существования В основном Это обители Русского Севера Это такая Так называемая Северная фиваида Конечно Это удар Потому что Это и школа благочестия И очаги культуры Для местного населения Да Но С другой стороны Как бы Такая модель Не могла больше существовать Общество изменилось Не могло быть Уже столько монастырей И столько земель Монастырских И есть еще Один момент Да Петр Третий Конечно Не успел Провести эту реформу А Екатерина Не спешила Она Пришла К власти В результате переворота Но С лаврами Защитницы Православия Петра Третьего Ославили Как тайного Лютеранина Которая угрожал Чистоте Православной веры Екатерина Торжествующая Так сказать Православная Государыня Она на два года Задержала Заморозила А потом Пустила ее в ход Но Не все так Однозначно Потому что Если мы посмотрим По результатам Реформы Да Погибли Вот Целый Вот Пласт Вот этих Уникальных Обителей Маленьких Наиболее близких К народу Кстати Они обращались В приходские церкви Как правило Оставались в строении Что-то разбиралось Погибли Кстати Многие библиотеки Монастырские За ненадобностью Куда их там В приходской церкви Держать И что там погибло Мы не знаем Может быть Слово о полку Игореве Что-нибудь Пача того Но При этом Крестьяне Куда делись Крестьяне Первые В России Стали людьми Которые лично Никому не принадлежат Почти свободные люди Ни помещичьи Произвол Ни Прямо скажем Назойливая Опека Монастырского начальства Это как раз Феномен северный Когда До Отмены Крепостного права На севере Его практически Не существовало Ну и не только У нас вот здесь В ближайшее Подмосковье А сейчас это даже Москва Были владения Там Ивановского монастыря Да Вот на севере Москвы Других обителей И мы если посмотрим С вами То лет через 50 Там у крестьян Избы Крепкие С железной крышей Монастырь Расписывал четко Да И так сказать Довольно Тяжело было Но лучше чем Под помещиком Потому что Не было самодурства И такого произвола Да А вот государство Требовало только Сухой остаток То есть Это не барщина А брок Расплатился ты С этой коллегией Экономии Хочешь Извозом занимайся Хочешь Жди кирпичи Для строительства Хочешь Иди в Москву Или в Петербург На сезонные работы Бабы дома сидят Вяжут Варежки Какие-то там Ткут полотенца Тут же при дороге Продают То есть Это Зваждение Такого мелкого Бизнеса Да И живут они Ну объективно лучше Другое дело В чем обвиняют Екатерину Что вот она Дескать Там много Всяких нехороших слов Про нее говорят Она Отобрала у святых Обителей земли Такой квазик Клирикальный взгляд Раздавала своим любовникам Да никто не посчитал Сколько монастырьских земель Кому Она щедрая была Она платила В том числе За личную преданность И больше За государственные заслуги Очень щедро Матушка государы Неизвестное дело Но были ли это Бывшие монастырьские крестьяне Или какие еще Сказать трудно Но сам Вот этот вот феномен Свободных Почти свободных людей А Екатерина Сторонница Людей свободных Она убеждена Совершенно четко Что человек не может Владеть другим человеком Это одна из попыток Это первое Освобождение крестьян Вот это очень интересно Об этом забывают Ну а если она потом Эти земли кому-то отдавала То соответственно Всему благополучно Помещи Да Конечно Приходил конец Ну да Они меняли Да Меняли И Какова реакция была Самих монастырей Упраздняемых Ну а какая Подчинялись Подчинялись Приспосабливались Братья куда-то Переводили Ну были они Как правило Малобратственные Там несколько монахов Жили Ну я В шелковых В шелковых Чулках В ботинках И о церкви И в общем Ничего хорошего Из этого Не получилось А на реформу Монастырем Пещер Московской Духовной академии Церковный историк Сегодня был с нами Это Светлый вечер Я Алексей Пичугин Всего доброго Будьте здоровы Светлый вечер На радио Вера